К сожалению, кризисные явления в экономике еще не завершились. И это не может не сказываться на финансах Одинцовского района. За шесть месяцев 2016 года задолженность предприятий и организаций перед муниципальным бюджетом выросла на 600 миллионов рублей. 540 миллионов из них – это долги по налоговым платежам. За миллиард перевалили долги и пеня по аренде земли и муниципального имущества. И здесь в печальных лидерах снова строительные компании. Причем лишь небольшая часть из них находится в стадии банкротства. Большинство же должников продолжают реализацию проектов и получают прибыль. Картина не самая радужная. В то же время хочу отметить, что благодаря системной и качественной работе межведомственная комиссия доказала свою эффективность и результативность. Хочу привести немного статистики. На шесть заседаний межведомственной комиссии было приглашено 103 должника. Явилось, к сожалению, всего лишь 44. И после наших заседаний бюджеты всех уровней было возвращено, уплачено 159 миллионов рублей. Что составляет порядка 20% от общей суммы всех долгов. До сих пор в отношении должников велась достаточно лояльная и аккуратная политика. Им помогали в решении организационных вопросов и многие предприятия свои долги гасили. Однако очевидно, что для наиболее злостных неплательщиков пришло время не только пряника, но и кнута. Сейчас мы находимся как раз в той точке, когда нам уже необходимо системно работать и обращаться за помощью к силовому блоку. Наши дипломатические и административные возможности на сегодняшний день исчерпаны. Пришло время применять, видимо, репрессивные меры воздействия на тех злостных неплательщиков, которые уже, хочу подчеркнуть, годами, многие уже десятилетиями не платят бюджета Немцовского района. В ходе заседания с помощью представителей силовых структур и налоговых органов была выработана четкая стратегия по взысканию долгов в бюджеты всех уровней. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.